Воздушные замки 3 миллиона тенге заплатили балхашцы-мошенницы за несуществующие Жилье Хотелось бы отметить, что данное преступление уже совершено в городе Балхаши неоднократно С ревизией Кунырат, Токерау и ТЭЦ основные пункты маршрута заместителя Акима области, как оценил Балхашское коммунальное хозяйство Андрей Липунов В целом поездка, командировка была посвящена объезду объектов жилья Без записей мамологи и онкологи города приглашают пациентов на внеплановый осмотр У нас выявлены были ранние стадии злокачественного образования Несуществующее жилье 29-летняя жительница Балхаша обманула горожан больше, чем на 3 миллиона тенге Доверчивым клиентам она продавала квартиры по сниженной стоимости и требовала оплату вперед, обещав доставить документы через несколько дней Но законных прав покупатели так и не дождались и теперь уже почти как год пытаются вернуть свои кровные На уловки лжехозяйки попались 3 человека, к примеру, двухкомнатную квартиру им предложили за полтора миллиона тенге На остальные тоже цены были снижены, но всегда деньги требовались вперед Теперь обманутые клиенты ждут решения суда Прошло уже два заседания, через 10 дней станет известно окончательное решение Предприимчивой гражданке грозит до 7 лет лишения свободы Данная жительница признает свою вину о совершенном преступлении Хотелось бы отметить, что данное преступление уже совершено в городе Балхаша неоднократно, именно данным путем То есть по факту продажи не имеющейся квартиры гражданам Так что, уважаемые жители города Балхаша, будьте бдительны Если вам предлагают квартиры по цене нижнерыночной, не продавайте провокацию, обращайтесь сразу же в органы уголовного преследования Неудачные выходные В воскресный вечер закончился для одного из балхашцев пожаром В гараже, где стояло два авто, загорелось одно из них Также вспыхнули деревянные полки на стене Владелец сразу же вызвал пожарных Через 2 минуты наряд был на месте Через 10 пламя ликвидировали В итоге выгорели 5 квадратных метров стеллажей, бампер, аккумулятор и полтора квадратных метров Вольсвагена Вторая легковушка не пострадала По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание По прибытию к месту было установлено возгорание деревянного настила, стеллажей и частично машины бампера и аккумулятора Причины устанавливаются В тушении пожара приняли 10 человек личного состава, хозяин находился на месте Продолжение следует Дело Сергея Новгородова, получившего тяжелые ожоги на работе, приняло новые обороты Техническая экспертиза, которая проводилась на предприятии, где произошло ЧП, установила вину и работника, и работодателя В тот день на кафельном полу столовой не было противоскользящих ковриков Из-за чего все и случилось Это первый аргумент в пользу пострадавшего Но, по мнению специалистов, в том, что Сергей упал, виноват и он сам Такое решение внесли в акт о несчастном случае В соответствии с этим актом вина работодателя и вина работника была распределена по 50% С этим выводом господин Новгородов, ну и как и мы, не согласны И в последующем мы будем обжаловать данный акт В пользу того, чтобы была установлена вина 100% со стороны работодателя Сейчас мы ждем получать ответа на жалобу из Государственной инспекции труда А тем временем Сергей Новгородов и вовсе остался без работы Договор его фирмы на аренду столовой закончился На смену пришли новые поставщики, только вот персонал остался тот же Все сотрудники перешли к очередному руководителю, а нашему герою в переводе отказали Работники написали заявление об увольнении после желания с предыдущей фирмы И написали заявление также о принятии на работу на новую фирму Все работники данную процедуру прошли и все, получается, были приняты в ТВОТ Кендала сервис Кроме господина Новгорода Считаем, что в данном случае есть определенные признаки дискриминации труда По данному моменту мы направим жалобу к инспекции труда Чтобы они расследовали этот момент Обход хозяйства к болхарским коммунальщикам приехала проверка из области Заместитель Акима Андрей Липунов ознакомился с обстановкой На Токурау, Конрадской котельной и Болхашской ТЭЦ Какую оценку поставил Болхашу областной ревизор, расскажет Жан Саямусина Большими планами на предстоящие годы поделились в Болхашской ТЭЦ Трем основным турбинам, которые помогают поставлять в город 110 мегаватт электроэнергии И 140 гигакалорий тепла прибудет под крепление С четвертым генератором отопление города будет еще мощнее А в случаях ЧАЭС можно будет спокойно отправлять на ремонт вышедших из строя Новое устройство планируют запустить до конца этого месяца Шестая турбина, которая у нас отработка способна, мы ее переносим сюда на средний блок А на место шестой машины КАК-55 будет установлена машина Мы планируем, если котел в 16-17 год смонтировать, а до 18-го года перенести Ну и в 16-м году перенести машину, а там в 18-м году уже начать КАК-55 Чтобы выйти на мощность где-то порядка 200 мегаватт А жители Кунрата обеспечивают теплом сразу два новеньких котла Один из них резервный и будет подключаться в случае сильной нагрузки и недостачи мощности Местные в этом году больше не жалуются на холодные дома А областной визитер приехал, чтобы посмотреть, какое еще оборудование котельной требует ремонта или замены Для бесперебойной работы и в дальнейшем Далее контролер из области отправился на Токраут Там он лично удостоверился, что Балхашцам больше не грозят дни без питьевой воды Обновленные трансформаторы, один работает, другой в резерве В целом поездка, командировка была посвящена объезду объектов жизнеобеспечения Это здесь в Балхашском регионе Балхашская ТЭЦ Мы сейчас находимся здесь в Казахмысе Энержи Это котельная поселка Конрад И Нижне-Токраутское месторождение воды Потому что у нас были проблемы с электроснабжением этой насосной станции Сейчас убедили, что все работает Есть резерв, жители Балхаша обеспечены в полном объеме нормальной питьевой водой Поэтому там никаких нарушений не выявлено было в ходе поездки Жен Сая Мусина, Дума Колбаев, Уркин Медиа Здоровое детство! Городской совет матерей на личном опыте показал и рассказал Как правильно воспитывать своих чад Делегация побывала в кабинете здорового ребенка в первой поликлинике Здесь молодых родительниц научат правильно обращаться с малышами К примеру, как прикладывать груди, когда водить прикорм И что делать при тревожных сигналах Опытным мамам тоже есть чему поучиться Лекции дополняют видеокурсами Такие учебные комнаты есть во всех поликлиниках города Наряду со школами будущих мам Получить полезные уроки можно ежедневно с 8 утра до 5 вечера Мы пришли первый раз в кабинет Все удобно, все хорошо Взвесили ребенка, узнали Много полезного Будем все приходить А вот с вопросами посложнее поможет справиться совет матерей Который появился в прошлом году В организации родителям дадут не только ценные советы Но и окажут квалифицированную помощь В конфликтных ситуациях женщине предоставят медиатора А при необходимости и психолога У нас 36 Мы работаем Даем советы Мамам, молодым особенно Ведем работу с девочками Со снохами С мамами, которые есть проблемы Решаем вместе У нас работает медиатор Психологи работают Мы ведем тоже такую работу Которую негде жить Помогаем по силе возможности Доступная консультация В поликлиниках города Бесплатно осмотрят и назначат лечение Врачи-мамологи и онкологи Ко всемирному дню борьбы против рака Который назначен на 4 февраля Специалисты организовали День открытых дверей Попасть на прием могут все желающие Без предварительной записи И конечно же без оплаты Единственное условие Каждый должен явиться в лечебницу По месту прописки Кроме консультации и осмотра пациентов Направят на скрининг В этом году комплексное обследование На определение опухолевых заболеваний Должны пройти и мужчины и женщины От 50 до 60 лет На рак шейки матки Стоит провериться 30-летним дамам В первой поликлинике Прием состоится 3 февраля Во второй – 4-го А в третьей амбулатории – 8-го числа Медики будут работать с 9 до 17 часов Напомним, сейчас Балхаш Стоит на пятом месте По смертности от рака Положительные результаты Это в основном то, что у нас Выявлено было ранней стадии Злокачественного образования То есть смотровой кабинет Выявил, направил узкому специалисту Узкий специалист уже осмотрев Вовми направил на дальнейшее обследование И отрицательные моменты В том, что за счет тех людей Которые не прошли скрининг обследований Они дали рост запущенных случаев Как живет Балхаш? Чего ждать от наступающего года? Как бороться с коммунальными проблемами? На эти и другие вопросы Ответит Аким города Завтра в 11 часов Во Дворце культуры Городоначальник будет отчитываться Перед населением за ушедший 2015 год Основные моменты доклада Увидите в материалах наших журналистов Завтра в 20.15 И на сегодня все Смотрите новости на Оркен Медиа И будьте в курсе событий До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова